Водители кажут, что его видно за несколько километров, а пассажиры ждут именно эту машину. У Гомеля на маршрут вышел новогодний троллейбус. Какие ожидания можно загадать под час руху, доведались наши корреспонденты. Поравновать троллейбус новогодней елкой не варто. В результате это транспортный сродок, который должен отвечать правилам дорожного руха. Тем более, что за рулем совсем неказочный водитель. Все это выполнять роль Деда Мороза совсем непросто. Опроча бороды и шубы приходится коррестаться еще медицинской маской. Налесоправдные герои повинны переодоливать усе тяжкости. Головная задача – дарить людям радость. Люди хорошо реагируют, приветствуют, водители сигналят, машут, дети. Все прекрасно. Новогодний троллейбус будет працевать у Гомеля до второго Нового года. Даречь, у троллейбусным парку кажут, что на рахунках за электроэнергию такая иллюминация не отобьется. По-перше, лямпочки на гирляндах не вельми энергозатратные, а по-другому – все летняя теплая зима и так дозволяет знизить энергоспоживание. Что тычется пассажиров, им новогодний троллейбус саправды спадабаўся. Гэтый год был не простым. Эпидемия коронавируса не обышла бокам многие семьи. До этого можно дадать и особистые тяжкости. Налекали апынуться указочным троллейбусе, на будучыню можно поглядеть, куды большь оптимистычна. Хочу быть врачом лабораторной диагностики, конечно же. Год был тяжелый, третий курс – это вообще просто ужас. Но в целом хотелось бы сдать сессию, отдохнуть с родителями наконец-то, и чтобы в Беларуси все наладилось, чтобы пришла наконец-то стабильность, которую мы все ждем. Ну и просто всем счастья. Олег Синцюро, Максим Саин, Валера Игапанько. Телерадио, компания «Гомель».